Ну, примерно 20-22 поколения этих животных. И с каждым годом, с каждым поколением наблюдается уменьшение мощности подлощенной дозы. А теперь посмотрим, что наблюдается в ряду поколений по цитогенетическим повреждениям. Вы видите, что на протяжении всех лет сохраняется достоверно повышенный эффект. Наблюдается повышенная частота цитогенетических повреждений, которые на том же уровне или имеют тенденцию к повышению. И то же самое касается эмбриональной летальности. Вот первые годы это не очень достоверно, а потом мы наблюдаем повышенный уровень эмбриональной летальности. То есть это находится в противоречии с тем, что у нас мощность поглощенной дозы падает, а эффекты не только не падают, они сохраняются на таком же повышенном уровне в стул. То есть последующее поколение животных является более чувствительным к воздействию малых мощностей доз. То есть нами показана трансгенерационная передача радиационных повреждений. Мы раньше показали и радиационную обусловленность. Натопление этих повреждений в ряду поколений. И, конечно, прежде всего мы полагаем, что это обусловлено возникновением эмбрионной нестабильности. И это наше предположение, наш вывод хорошо подтверждается следующими данными, которые получены в нашей лаборатории. Нам удалось поймать беременных самок на этих хронически облучаемых стационарах. Мы получили от них потомство, которое было получено в лабораторных условиях, выращено на чистых кормах в лабораторных условиях. То есть потомство не подвергалось никакому радиационному воздействию, кроме обычного фона, который наблюдается в любом городе. Посмотрите, какие получены результаты. Вот уровни цитогенетических повреждений у потомков, которые не подвергались никакому радиационному воздействию, жили в комфорте. И мечтали не имели такой же уровень цитогенетических повреждений, как их облученные матери, которые прожили всю жизнь хронически облучаемых популяций. И средние данные для хронически облучаемых популяций. То есть эти данные хорошо подтверждают, что действительно под воздействием очень низких мощностей и доз, но достаточно низких, в популяциях может возникать виновная нестабильность. Я передедам. Кратко подчеркиваю, что генетическая радио, она может быть пропустима. Мы сравнили данные, полученные в нашей лаборатории, и провели анализ данных о генетической радиочувствительности периферических лимфоцитов человека и половых клеток лаборатории мыши. И оказалось, что генетическая радиочувствительность, чувствительность к ромосуму рыжей полевки, очень близка к генетической радиочувствительности периферических лимфоцитов человека и половых клеток лаборатории мыши. То есть этот модельный объект может с определенной, конечно, осторожностью использоваться для прогнозирования, для оценок радиационного риска у человека. И это дает нам достаточно твердые основания упомянуть, что генетическая нестабильность может быть индуцирована и у людей под воздействием хронического облучения. И вот с целью обнаружения геномной нестабильности у населения мы разработали ДНК-технологию для того, чтобы можно было обнаружить эту геномную нестабильность. Эта работа проводится на периферических лимфоцитах человека с использованием метода, который позволяет определять повреждения ДНК, то есть мужмолекулярные повреждения, и соответствующий экспериментальный дизайн, который позволяет определить фоновый уровень ДНК-повреждений, вызванным прежде всего окислительным метаболизмом, оценить чувствительность генома к окислительному стрессу с этой целью используется обработка пероксида мутагена, и оценить эффективность и скорость репарации ДНК-индуцированных повреждений. Вот это очень важно. Необходимо отметить, что в настоящее время хорошо известно, что под воздействием хронического облучения в диапазоне мили-грей индуцируются реактивные радикалы кислорода. То есть население традиционно... 5 минут. Как хотите, я могу сейчас кончить, ваше дело. Находится под воздействием окислительного стресса, и поэтому этот метод очень удобен для того, чтобы изучать его статус генома в радиационных людей, проживающих радиационно-запрессионных водителей. Здесь показаны маркеры, которые мы определяем. И вот, если эти маркеры оказываются работающими, то объекты, которые имеют эти маркеры, составляют группу генетического ареста. Все? Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...